Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен. Спасибо большое вам за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, я все читаю. Спасибо тем, кто финансово помогает моему каналу, тоже огромное спасибо вам. Давайте сегодня посмотрим тему, не хочу смотреть вашего бывшего, меня уже от него трясет. Давайте посмотрим вот такая тема, кто уже познакомился с мужчиной, их пока не понимает, к чему могут привести эти отношения. Посмотрим, что у вас сейчас в отношениях, покопаемся немножечко в голове мужчины и посмотрим, какая перспектива у вас в отношениях с этим мужчиной. Поэтому напоминаю, что у меня на канале позиция одна, расклад общий. Если резонирует, значит смотрите, если не резонирует, но, к сожалению, тогда не ваш расклад. Давайте посмотрим, что у вас на данный момент с этим мужчиной, с новым, с которым в отношениях. Что у вас сейчас в отношениях с этим мужчиной. Вот тут знаете, что тут такая система, такая система, говорю. Здесь сейчас вы только что либо прошли свою личную трансформацию и избавились там кто-то от своего мужа, кто-то от чужого мужа. Здесь такая у вас уход, выход из каких-то отношений был, да, которые не совсем приносили, знаете, радость. Да, вроде бы они есть, но радость от этих отношений здесь не особо видно, да. Здесь вот пока еще вот какой-то мужчина из прошлого есть. Мне такое ощущение, что он вернулся в семью, выбрал семью, мужчина тот, который, этот, мечовый, который. Здесь сейчас вы по большому счету находитесь в отшельниках, вы одна заняты своей жизнью, вы проявляете здоровый эгоизм. Здесь вы прошли какую-то свою трансформацию, вы разрушили, скорее всего, даже не только личную сферу, вообще свою личную жизнь до руин, до фундамента. И на этом фундаменте сейчас хотите строить что-то новое, готовы вкладываться, готовы работать. Вы сейчас в энергии королевы кубков. Это такая женственная, у вас сейчас хорошо развита интуиция. Вы, кстати говоря, можете получать сейчас информацию через сны какие-то, да, какие-то знаки вам могут приходить. Здесь девочки также могут увлекаться или заниматься эзотерикой, тоже такое может быть. Здесь у вас сейчас как бы вы, у вас вообще трансформация по полу, у вас карта смерть, у вас перерождение идет. Вы знаете, вот как феникс из пепла восстаете. Здесь вы на данный момент, я особо отношения с этим мужчиной не вижу, то ли они либо вот-вот начнутся, либо вы только пока приглядываетесь. Потому что здесь карта отшельника и карта четверка мечей говорят о том, что у вас сейчас закончился какой-то тяжелый период в жизни. Вот действительно тяжелый, да, вы в какую-то трансформацию, скорее всего, болезненная, потому что, ну, это перерождение никогда не бывает легким и быстрым. Да, вас ломало, ломало хорошо, так, возможно, весь прошлый год ломало. Вот, и вы сейчас, у вас какой-то, знаете, период отдыха, период планирования дальнейших действий. То есть вы отстаиваете сейчас четко свои границы, вы как бы, вроде бы вам этот мужчина нравится, да, и он вот такой вот весь вроде бы и властный, и может быть при власти, и старше вас, кстати говоря, здесь может быть мужчина. Мужчина такое производит впечатление, ну, по карте императора, да, что он вот такой вот весь где-то холодный, может отстраненный, да, мужчина может быть при власти, да, либо так себя ведет такой, да, статусный мужчина. Но в основном император, если спрашивать про мужчину, они в основном постарше возраста, да, чем вы. И вот, собственно говоря, вы вроде бы, вот он пришел в вашу жизнь, но пока вы как-то, знаете, вот так вот приглядываетесь к нему, планируете дальнейшие действия, как он, смотрите, как он со стороны, да, какой он, этот человек, а как он будет действовать. Потому что, вот, скорее всего, вот этот мужчина вас подбил, подбил хорошенько, раз вы такую трансформацию прошли, раз вы разрушили там все у себя. И сейчас у вас период какого-то реабилитации, накопления энергии, может быть, здесь вы пока, я не вижу особо между с ним отношений с этим мужчиной, пока вы, знаете, его близко не подпускаете. Вот здесь такая ситуация, я не вижу, чтобы у вас здесь прям любовь морковь была, да, что там отношения стремительно развиваются, здесь нет. Здесь пока, знаете, ну вот по девятке кубков приятное времяпрепровождение, вы можете где-то встречаться, ходить в кафе, там, может быть, переписка какая-то может быть, то есть пока такое вот, ну, легкие отношения ни к чему пока не обязывающие. Ну, вообще, ну, тут здесь даже я не говорю про интимную близость, да, здесь это вопрос не в этом, здесь просто вы можете либо просто как-то приятно время проводить, да, в интернете где-то, либо просто, может, где-то ходите, встречаетесь там, ну, там, если позволяет вам, да, карантин, если у вас нету в том месте, где вы живете. Вы можете просто как-то в кафе ходить, либо просто встречаетесь, либо просто как-то там, не знаю, телефонные разговоры, ну, вот что-то такое, да, то есть какое-то приятное времяпрепровождение у вас сейчас эти мужчины есть. Но опять-таки, да, здесь кто-то четко отстаивает свои границы друг к другу, пока не пускает, да, пока посмотрю, как себя будет вести этот человек, пока подумаю, впускать ли его в свою жизнь или не впускать. Давайте посмотрим, что вот с этим мужичонкой-то. То есть сейчас у вас в вашем биополе есть два мужчины, двое мужчин. Ну, что с этим у нас? Ну, этот от вас на расстоянии и этот семейный. Ну, вот этот ваш, наверное, бывший манипулятор от бога, да, здесь мужчина может быть на расстоянии, может быть, немножко помладше вас. Если мужчина по возрасту такой же, то он просто как-то немножко не дорос до вас, да, мозгами своими. Здесь разбитая чашка любви ваша, которую, скорее всего, уже не склеить из-за манипуляций, из-за каких-то у него, возможно, здесь семья, либо вы, может быть, с ним были семьей, да. Ну, здесь какая-то женщина есть, здесь какая-то женщина и какие-то манипуляции были, собственно говоря, какая-то хандроапатия. Здесь я отношений как таковых здесь не вижу. Здесь однозначно был какой-то треугольник, четырехугольник. Ну, да, здесь официальный УЗО у кого-то были. И кто-то мог предложить только приятное времяпрепровождение. Поэтому, собственно говоря, какое-то соперничество было, и кто-то из вас решил плыть уже к новым берегам. Здесь такая вот, да, такая система. Поэтому вот с этим мужчиной-то ничего у вас нету. Давайте посмотрим, для чего вот он пришел в вашу жизнь. Вот его оставим, раз пока вы так побаиваетесь. Давайте посмотрим, для чего он пришел в вашу жизнь. Если говорить про характер его, ну, карта императора какой. Жестковатый, может быть, характер. Не жестокий, да, как мне сейчас начнут писать, он не жестокий, это жестковатый, да. Где-то может быть черствый, где-то он может проявлять волю. Такой, знаете, мужчина волевой. Характер может у императоров быть тяжеловатый, да. Он несет за что-то ответственность. Здесь что с ним еще может быть? Он тверд в своем решении, тверд в своих каких-то убеждениях. Ну, он такой в ясном уме, твердой памяти, да. Он зрелый человек. Он может быть зрелый и физически, да. А может быть, ему там лет 25, но он, у него в голове не каша, да. То есть он такой зрелый человек. Он понимает действительность, да. И что еще? Он такой, знаете, компетентный, твердый. Он, у него в основном он какие-то успешные поступки делает. Здесь инициативный мужчина, да. У него земная какая-то мудрость. Есть логика, прагматизм, храбрость, кстати говоря, у него тоже есть. В основном он силен. То есть если вот говорить про физические силы, это не, ну, мужчина такой, знаете, ну, как поджарый, что ли, подтянутый. То есть, ну, не такой вот, да. Он может чем-то, кстати говоря, у меня часто бывает, что императоры какими-то там, ну, либо в спортзал, либо какими-то вот, ну, не практиками этими, ну, спортивным чем-то занимаются вот тут, да. Что еще он? Вообще сильная личность, император сильная личность, вот. Что еще про него можно сказать? Ну, он самовыражается, да. Он может отвоевывать территорию, да, пришел, увидел, победил. Он, кстати говоря, может быть, из отрицательных качеств, он может быть высокомерным, да, потому что он обладает какой-то властью, какой-то вот харизмой, вот, и может немножко зазнаться, да, как высокомерная. Ну, то есть и у него, у этого мужчины обычно высокие мерки к женщине, да, то есть просто так с какой-то там, а бы лишь бы какая, здесь не прокатит. Здесь мужчина выбирает себе спутницу, ну, такую, знаете, которая бы ему подходила не куклу с резиновыми там губами и другими частями тела. Здесь ему такая не нужна, здесь нужна женщина, которая будет как партнер, которая плечом к плечу с ним пойдет, с которой можно поговорить, да, не только какая-то картинка, вот. И с какой-то твердой жизненной позицией ему, да, женщина нужна. И обычно, ну, император это мужчина, который какое-то положение в обществе занимает, вот. Ну, это вот так вот, да. И с ним, ну, часто бывает нелегко. Ну, император, он и в Африке император. То есть такой характер сложный, где-то неуступчивый может быть, где-то может злоупотреблять властью, да, такое вот тоже может быть. Для чего он идет в вашу жизнь? Для чего он идет в вашу жизнь? Ну, для чего он идет? Для любви. Принцесса кубков. Для чего он любит? Для влюбленности, для приятного времяпрепровождения какого-то, да, для флирта, для общения. Здесь идет для, ну, любовная тематика, да, ни для чего пока плохого он не идет как-то. Здесь у вас, скорее всего, будут отношения развиваться по умеренности, не так быстро. Для праздника идет, для, опять-таки, приятного времяпрепровождения. Пока идет, да, у вас будет как-то по умеренности тихо, мирно. Вы не поскачете голопом по Европам. Видимо, вам крылья подбили, ему, может быть, крылья подбили. И сейчас вы как-то потихонечку, да, маленькими шажками будете узнавать друг друга, да, идти к какой-то цели. Здесь Туз Пентакли, это вот для начала, да, вы как шанс какой-то для него, и, скорее всего, он как для вас тоже шанс. Здесь вы можете познакомиться где-то на работе, на каком-то празднике, кстати говоря, вы тоже можете познакомиться, либо где-то по работе куда-нибудь поедете, там, или вы пойдете. Может быть, это ваш начальник, не знаю, там такое тоже может быть, да. Он произведет на вас впечатление, знаете, такое очень двоякое, да. С одной стороны, вы будете видеть, что он такой статный такой, а вот с другой стороны, вы как-то испугаетесь, что, ну, а вдруг он будет как прошлый мой, да, которому там свербило во всех местах. Как-то будете с ним, знаете, вот, ну, так вот немножечко побаиваться, что ли, я бы вот так сказала. Хотя мечтать об отношениях вам хочется. Причем этот мужчина очень судьбоносный в вашей жизни, именно по судьбе, да. Именно у меня вот эти две карты всегда говорят, как подарок судьбы идет. Но вы его побаиваться будете, вы, он, знаете, он при всей своей внешней такой холодности, он будет очень горячий внутри. И, может быть, вас это немножко отпугнет. Вы как-то, знаете, немножко вот побаиваются, что ли, или опасаться его будете. Да, будете выбирать, думать, что делать, вступать ли с ним в отношения, не вступать, начинать с ним роман или не начинать. Потому что вам как-то будет казаться, а вдруг вот опять вернется в старый сценарий. А вдруг вот как-то вы чуть-чуть будете побаиваться выйти из своей зоны комфорта. Вот вы залатали свои, залезали свои раны, да, и сидите сейчас вот в своем мерке, и вам как-то страшно довериться человеку, страшно сделать выбор. Потому что с ним ничего не ясно, и как-то побаиваетесь немножечко вы. А вдруг будет, там какие-то тайны опять вылезут, да. Но у вас все равно начнется трансформация. Для чего он идет? Для трансформации. Продолжить вашу трансформацию, которая у вас началась. Да, для того, чтобы вы плыли к новым берегам. Для чего он идет в вашей жизни. Причем этот мужчина, да, по судьбе, судьбоносный человек в вашей жизни. Страшный суд просто так не выпадает. Давайте посмотрим, что у него в прошлом было. Нет, давайте посмотрим, что у него в прошлом было, и какое впечатление вы на него произвели. что у него в прошлом было в личной жизни что у него в прошлом в личной жизни было там какие-то зависимые тяжелые отношения было да там знаете как там было было были чувства но ничего не получилось я не вижу что здесь была семья была какая-то женщина была любовь очень сильная тяга была к ней но здесь не получилось у них отношения какой-то болезненный разрыв причем тоже по судьбе он он шел то есть его избежать было нельзя тут карта выбора здесь либо у нее кто-то был там 2 до либо у него кто-то там появился здесь однозначно и не такой очень болезненный разрыв да у него оставила свет вот эта женщина в его жизни какой-то давайте какое впечатление вы на него произведете когда познакомитесь либо уже если про если уже познакомились какое впечатление вы на него произведете ну он знаете как вы какой-то запустите процесс трансформации у него я бы так сказала знаете как он да вы ему как-то знаете он начнет выходить из отшельника то есть он у вас увидит как женщину с которой можно построить отношения с которой можно плыть к новым берегам да и он такой где-то вот испугается может быть какое впечатление вообще сильной личности мудрого человека карта отшельника до что вы такая вот где-то можете и жизнь вас подбила и сердце то вас было разбито до что вы можете и ответить и с вами поговорить можно какое впечатление но впечатление мудрого человека все-таки карта отшельника одинокая может быть да какая-то потерянная как почему-то мне идет вот здесь в принципе неплохое не вижу да здесь никакого плохого впечатления карта императрица тем более идет здесь он увидит вас женственной красивой до карты императрица благородная женщина которая знает что она хочет от жизни которую до подбили в жизни которая прошла определенную трансформацию может быть вы ему либо уже рассказали что у вас там было либо просто он увидит это тут он знаете как я неплохих карт здесь не вижу да он он наоборот как-то и вы его здесь такой здесь такие карты бы идут больше как его состояние знаете как вы как катализатор его выйти из тени будете что вот он возможно он долго был один и вот он у вас увидит и он такой знаете вы его так встряхнете у него на запустится процесс вот надо выходить да вот из этой вот из одиночества надо вот из разбитого сердца там сидеть он может быть там сидел тоже переживал как там будет и культивировал это все все в себе да а тут вы придете как-то и заставить его двигаться шевелиться что пора бы тоже уже что-то засиделся там перевариваешь эту всю ситуацию с этим своим больным сердцем разбитым надо уже двигаться вперед то есть вы как-то да здесь даже больше не то что он о вас подумает а здесь просто карта показывает что вы заставите его мир поменяться здесь в какое впечатление ну такое вот да судьбоносное очень да вы здесь заставить его выйти из зоны комфорта он сначала не поймет он немножко испугается вас где-то да где-то он так вот тоже если вы сейчас ним уже общаетесь он может шаг вперед два назад делать потому что здесь боится он здесь он какие-то боится какие-то предчувствия у него вдруг опять и все это вернется тоже какие-то какой-то он тоже подбитый жизни он может быть такой весь властные властные а внутри то сердечко то ему тоже подбили вот но здесь как здесь нормально здесь вот сейчас мысли до про вас какое впечатление хорошее впечатление но страшно страшно выйти из зоны комфорта либо может быть он вас увидит такой что вам страшно выйти из зоны комфорта что вам делали больно и теперь вы никуда не особо не торопитесь не спешите до каких отношений он от вас будет хотите ли сейчас хочет каких отношений от вас будет хотеть или от вас хочет ну как каких опять 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 любую мечтает о любви до мечтает о справедливых отношениях о равноценных отношениях здесь карта правосудия мужчина не будет торопиться здесь мужчина взвешиваете все за и все против до кого казнить кого помиловать здесь вот такой мужчина хочется ему любви но он немножко закрывается здесь чуть-чуть боится знаете вот прошлое прошлое не отпустил его еще хотя он готов уже доплыть к новым берегам все таки двигаться вперед но пока еще страшновато пока каких отношений хочет от вас но пока узнать вас хочет что как будет да какой вы человек вот он как знаете в копилочку кладет вот вон с вами общается вот она так повела себя так это ей плюсик так а вот здесь вот она вот так ответила вот это не очень как-то знаете вот у него взвешивание по справедливости всех за и все против у него есть чаша весов и он туда взвешивать потому как она посмотрела как она себя ведет а как она делась то есть мужчина здесь такой он очень земной и ему нужна девушка вот я говорю что не там не силиконовая грудь руки ноги там губы ему нужно партнерша в первую очередь до чтобы с ним шла плечо плечо да и здесь мужчина у него очень земные требования ему не надо звезд с неба там еще что ты вот ему нужна женщина вот которая бы его устраивала вот в жизни да здесь неважно то есть но естественно что ему чтобы она для него нравилось но здесь такое говорю очень очень земной мужчина приземленный ему не надо вот там вот синицу в журавлей каких-то в небе да ему вот нужна такая женщина которая бы вот как партнерша была на которую можно было бы положиться вот здесь такое вот но еще немножко прошлое его не отпустило их отношений с вами хочет пока любовных двигаться пока к чему-то к новому к чему он еще пока не решил да здесь пока еще внутренние страхи у него есть он знаете решил как пускай будет так как будет вот будем мы потихоньку эти маленькими шажками а там посмотрим что будет пока как бы таких вот прямо сильных там знаете куплю люблю и полетели типа ну что-то типа семьи да у него нет такого он он смотрит пока присматривается взвешивается за и все против опять-таки здесь страхи какие-то его и поэтому он никуда не торопится он посмотрит как вы себя будете вести ну да у него здесь какая-то вот ситуация была с с семьей до был уход и он и по этому поводу у него страхи еще есть давайте посмотрим для тех кто познакомился что у него там в мыслях по поводу вас и мысли у него по поводу вас ну вы нравитесь ему вы нравитесь ему очень страстная до да фигура ваша нравится вот здесь ну какая-то разница между вами здесь может быть разница в городах разница в менталитете да здесь такое может быть какая-то район пока на выборе стоит он хочет с вами пока общаться какие мысли у него хочется ему любви но он боится да он у вас очень много думать карта женщины вышла это ваша карта бланка то есть а вас он думает у него какие-то скорее всего проблемы там может быть на работе потому что он сейчас устал вот он хочет общение кратка карта контактов но опять-таки знаете немножко побаивается да вот любви соответственно да раз у вас новое знакомство здесь любви не может быть и речи просто ему хочется этой любви но побаиваемся да опять-таки внешне очень нравитесь ему раз карта страсти вышла физически его привлекаете вы думает о поездке да к вам скорее всего вот я говорю он манипулятор у него серый будний сейчас он на работа на скорее всего дом работа дом да и он манипулирует для чего опять-таки чтобы посмотреть что вы за личность да посмотреть как вы себя будете вести в той или иной ситуации а что вы говорите а как вы одеваетесь вот ему важно да опять-таки потому что человек такой бы земной ему важно знать каким человеком он будет идти по жизни здесь я говорю оба как кто ему не нужен и поэтому будет всячески там манипулировать как-то какие-то до ухищрения делать чтобы посмотреть что что вы как 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 вы себя будете вести в отношении хочется ему чтобы вы как-то заботились о нем картослужанки до заботы ласки ему хочется думает о встрече с вами но пока не может по каким-то обстоятельствам вырваться тут он считает что вы и и вы и он сейчас не показываете истинного истинных чувств истинного положения вещей но опять-таки потому что ну он он а бы кому доверять тоже не будет здесь такой мужчина карта ведьма хочется ему радости хочется ему радости может быть действительно увлекаетесь тут какими-нибудь занимаетесь увлекаетесь практиками да и здесь он может быть вы ему говорили об этом либо просто такая стра сильная что он вас ведьма считает вот мысли хорошие давайте посмотрим какие у вас перспективы могут быть с этим мужчиной ну пока он хочет мы посмотрели чем там ход сейчас посмотрим вообще в принципе какие у вас на перспективу отношения с ним могут получиться какая перспектива с этим мужчиной какая перспектива может с этим мужчиной быть какая перспектива перспектива ну вы можете стать его императрицей до императрицы его сердце он будет императором вашего сердца но это как это стабильные длительные отношения до императрица просто так не выпадает мечтает об этом да что какие у вас вообще могут быть отношения какие у вас Отношения могут быть Здесь внутренняя борьба Вот если вы свою внутреннюю борьбу И вы, и он, потому что здесь показывается Опять этот мужчина какой-то из прошлого Из прошлого, с которым были Какие-то зависимые отношения Здесь Если вы прекратите эту внутреннюю борьбу Если вы уйдете от этого От этих отношений, которые Были зависимые, тяжелые То тогда здесь Уйдете, или если вы уже ушли Из этих отношений, у вас все равно Старался страх этот, что там будет То есть если вы перестанете бороться Сами с собой сопротивляться Здесь во рту он улыбнется вам И здесь в принципе-то хорошая карта Десятка Десятка пентаклей Это карта семейная Карта семейная И собственно говоря, карта императрицы И император об этом говорит Я не вижу здесь официальной семьи пока Но что будут стабильные Долгие отношения Это однозначно может быть Но тут опять-таки Если кто не закончил Те отношения Тогда заканчивайте Если вы закончили То перестанете бороться Перестаньте вот эти призраки Прошлого Пускай в свою жизнь Пускай прошлое Останется в прошлом Как я говорила Как клиентка моя говорила Пускай бывшие Останутся в прошлой жизни Ведь свою роль в вашей жизни Они уже исполнили Вы же мертвых с погоста Домой не возвращаете Так же и здесь Пускай бывшие Останут в прошлом Останутся И отпустите их Прекратите бороться У вас просто Какая-то внутренняя борьба Вернуться Не вернуться Хочу не хочу Прекратите Из этой кабалы Выходите Потому что Вот с этим мужчиной Хорошие отношения Получиться могут Да У вас просто Как-то Вас жизнь подбила Была очень болезненная Какая-то ситуация И вы еще Это не отпустили Здесь вы пока Еще находитесь В процессе Отпускания Вот Поэтому Вот отпускайте Не бойтесь Прошлое Пускай остается В прошлом И Все Да Закрыли эту главу В жизни И ушли Ну и давайте Посмотрим Что вам Оракул Скажет Как совет Какой вам совет Какой совет Какой совет Вы скоро Получите Необходимые Ответы Всегда Вы получите Какой-то Вы видимо Ждете Какой-то Ответ Да Все рано Или поздно Меняется И выйдете Из зоны Комфорта Будьте Храбры И сделайте Первый шаг Вообще Отличные Отличные Карты Да Здесь Во-первых Вы получите Все ответы Которые Задавали Может быть Через Сон Может быть Там Не знаю Через Еще что-то Там Смотря Куда Вы посылали Свой запрос Вы должны Понять Что рано Или поздно Все меняется Все когда-нибудь Кончается Да Вы Не бойтесь Выйти Из зоны Комфорта Будьте Храбры И сделайте Первый шаг Первый шаг Самый Тяжелый А потом Все будет Легче И легче Поэтому Вот такой Отличный Совет Вам Дали Дал Араку Девочки Я вас всех Люблю Всех Целую Я желаю Чтоб У вас С каждым Императором У вас Все Получилось Счастья Вам Здоровья Любви Самое Главное Взаимной Чтоб Вы были Главной Единственной Скрипкой У этого Мужчины И Всех Вам Благ Всех Люблю Всех Целую Счастья